Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Сегодня я поделюсь с вами идеей, которая актуальна и злободневна. Я назвал это послание «Америка как центр новой социальной революции». Америка — центр новой соцреволюции. Америка стала независимой от Британской империи после так называемой Американской революции. Сформировалось новое социальное явление под названием США. На одной стороне долларовой купюры мы видим печати слова, напечатанные под пирамидой, изображенные на купюре. А вот эти слова — «новус ордо секлорум». Это переводится как «новый порядок веков». Это печать США. Кроме этого, у подножия пирамиды римскими цифрами выведена дата подписания Декларации независимости. Окончательный вариант печати был сделан шесть лет спустя. Соединенные Штаты прославились как одна страна, куда стекаются многие народы. Эта нация, состоящая из многих народов. На печатях стоят девизы на латыни, которая была официальным языком Древней Римской республики и империи. Отцы-основатели изучали латынь и греко-римскую историю. Эдуард Гиббон жил примерно в то время, когда Америка стала независимой от Британии. Он начал писать историю Рима в 1776 году и закончил его 12 лет спустя. Он писал о восходе и закате Рима. Если говорить об учебниках истории, о Риме, то двухтомник Гиббона — это классический труд. Он есть у меня в библиотеке. Он рассказывает о постепенном упадке армии Рима и непосильных налогах. Он говорит о римских мостах и дорогах Рима. Он говорит о событиях, которые похожи на то, что происходит в США. Мы не будем погружаться в эту тему сегодня, потому что есть очень много сходств между Римской республикой и современными Соединенными Штатами Америки. А вот о чем я хочу поговорить. Со дня обретения независимости от Британии прошло почти 250 лет. Мы живем в очень важное время истории. Что происходит? Есть определенные люди, которые пытаются уничтожить старый порядок и заменить его новым. На протяжении 20 лет люди учат о новом мировом строе. О нем часто говорят пророчествующие учителя. Источник этого учения находится в Европе. Мы смотрим на европейские правительства, которые пытаются вовлечь США в свою систему под названием «Новый мировой порядок». В США творится что-то странное, потому что этот новый порядок приходит из самих Соединенных Штатов. Я говорю о попытке убрать старую систему и заменить ее новой системой демократического социализма. Ее продвигают наши политики. Я исследую эту стратегию. Я буду исследовать настоящие события и то, что произойдет, если то, что происходит сейчас, останется без изменений. Во-первых, Америка — это империя. Сейчас мы не станем разбирать всем описаний мировой империи. Империя должна обладать самыми мощными военными силами. Империя обладает самой продвинутой экономикой. Мир привязан к ее монетарной политике. Мировая империя принимает решения, которым подражают остальные. Благодаря всему этому Америка стала империей. Назревает резонный вопрос. Америка изменится? Каким образом изменялись империи древности? Ответ на этот вопрос поможет нам представить это. «Если социальный эксперимент над Америкой увенчается успехом». Пятая глава Даниила объясняет это. «По воле Волтасара облекли Даниила в Багреницу и возложили золотую цепь на шею и провозгласили его третьим властелином царства». В ту же ночь Волтасар, царь Халдейский, был убит. «Идарий Медянин принял царство, будучи 62 лет». Поговорим о контексте этой печальной истории. Вавилонская империя управляла Израилем и Иерусалимом 70 лет при Новохудоносоре и тех, кто правил после него. Однажды Медяне и Персы напали на Вавилонин, когда те пировали. Это записано в книге Даниила. «Медяне и Персы осушили реку и перешли ее посуху». Это стало неожиданностью, потому что все участники пира, включая устроители этого пира, были пьяными. В тот вечер Бог своей рукой написал предостережение на стене о гибели их царства, и это сбылось. Эта новая война стала причиной падения Вавилона. «Медяне и Персы вторглись во время битвы». Почему это падение исполнилось в исполнении пророчества о победе Медяны-Персов? Во время пира в Вавилонине пили из золотых сосудов, которые царь взял из еврейского храма. Когда царь Навуходоносор вторгся в Иудею, он забрал дорогие сосуды из иудейского храма. Он привез их в Вавилон и держал в хранилище Вавилонской империи. Согласно Иеремии, настал срок вернуться евреям в Иерусалим, чтобы восстановить город и вернуть богатство. Бог сменил лидера правительства Вавилона, чтобы это произошло. А если бы царем был вавилонянин, то он не отдал бы богатства и не отпустил бы иудеев на родину во исполнение пророчества. Для того, чтобы пророчество исполнилось, Бог привел Дария Медянина и Кира вместе. Эти милостивые цари разрешили евреям вернуться. Согласно Флавию, одной из причин этого стали видения пророка Даниила о победе Медяны-Персов над Вавилоном. Это согласно свиткам. Там сказано об этом. Даниил показал лидерам пророческие слова. Он показал свиток Исаии. За сто с лишним лет до этого Исаия пророчествовал о царе, который поможет иудеям. Они поверили в это. Этим царем стал Кир. Бог отдал власть новому лидеру, потому что настало время для исполнения пророчества. Я добавлю свое мнение учителя пророка. Я верю, что Трампа избрали по этой причине. Он стал президентом в срок празднования 70-летия Израиля. Он признал Иерусалим столицей, и посольство перешло из Тель-Авива туда. А еще он озвучил мысли насчет голландских высот, считая их частью Израиля. Итак, перемены неизбежны из-за пророчества, которое было дано однажды. Однажды так же. Господь, Бог, напомнил Даниилу, он низлагает царей и поставляет царей. Он делает то, что желает в свое время. Мировая история свидетельствует гражданам Соединенных Штатов Америки о падении и разрушении систем управления и старых империй вплоть до 1917 года. Мы знаем о падении Турецкой империи. Мы читали о падении монархии в России и приходе коммунистов в период революции. Это произошло так же в 1917 году. «Гитлер и Третий рейх управляли Германией». Две следующих мысли дадут направление нашей сегодняшней теме. Обратите внимание на то, что смена империй и смена руководства происходят двумя путями. В Библии смена империй происходила из-за войн. Мы видим это, читая седьмую и восьмую главы книги Даниила. Одна сторона воюет с другой. Медиане и персы победили Вавилон. Греки победили медианы персов, а римляне победили греков. Так империи уходят, уступая место другим. Более сильным империям. После короткого перерыва мы вернемся. И будем исследовать настоящие события, и то, что произойдет, если то, что происходит сейчас, останется без изменений. Пожалуйста, никуда не уходите, мы продолжим буквально через пару минут. Поговорим о смене власти. Например, федеральное правительство руководит Соединенными Штатами и делится на три ветви. Организаторы революций свергают правительство и государство. Здесь начинается интересная часть истории США. Империи сменяют друг друга каждые 250 лет. Пожалуйста, обратите внимание на то, что часть мировых империй и мощных сверхдержав обычно передвигаются на Запад. Ряд империй шел на восток. Например, Александр Македонский поднялся на Западе, согласно видению пророка Даниила. Часть империи шла на Запад. Запад — это США и Канада. Франция и Великобритания — это наши друзья. У нас была власть и сила контролировать экономический центр мировых сил на протяжении 250 лет. Говоря об этом периоде, в 250 лет, я не выдвигаю какую-то конкретную дату. Итак, Америка живет во время перемен. Америка поднимается восток. Посмотрите на экономику Китая, на то, как он крадет технологии и на его дела. Согласно книге Откровения, однажды восточные цари поднимутся в период скорби. Это правители азиатских стран. Произойдут изменения в империях. Есть пророчества об изменениях империй из-за экономических потрясений. А вы можете изучить пророчества об ушедших империях. Отчасти золото и серебро были причиной, по которой империи вторгались в побежденные империи. Например, медиане и персы пришли в Вавилон и взяли золото, кроме золота для иудейского храма. Греки победили медианы персов и взяли себе их серебро, потому что подданные империи медианы персов платили налоги серебром. В США мы видим рост цен на золото и серебро. Информация в США свидетельствует о развитии стоимости этих металлов за последние несколько лет. Сейчас некоторые специалисты и эксперты прогнозируют цену золота от 3 до 5 тысяч долларов за одну унцию и от 50 долларов до 100 долларов за одну унцию серебра. Сейчас обратите внимание на следующую важную мысль. Революция — это суд, который упраздняет старый строй. Я повторю. Революция — это суд, который упраздняет старый строй. Послушайте определение термина «революция». Революция — это организованное свержение власти или строя ради установления новой системы. В истории было 7 революций или восстаний, которые произошли за последние два с лишним столетия. Давайте перейдем к ним. Во-первых, это американская революция, когда, отделившись от Британии, Соединенные Штаты создали так называемый «новый порядок веков». Причиной стало восстание. Французская революция произошла 230 лет назад. Там был политический кризис и возмущение налогами. Революционеры Российской империи свергли монархию. Революция в Российской империи произошла в 1917 году. 70 лет назад произошла Китайская революция. Коммунисты и Мао Цзэдун захватили власть. В этих страшных событиях были убиты миллионы людей, зачастую невиновные. Потом произошла Кубинская революция в 1959 году. Во главе там стоял Фидель Кастром. После этой революции Куба стала союзницей СССР. 40 с лишним лет назад произошла Иранская революция. Радикальные служители ислама захватили власть. Государство Иран захватили шииты. Это радикальное крыло ислама. Большинство из вас, разумеется, помнят самую недавнюю революцию. Это падение коммунизма, когда пала Берлинская стена, после развала Восточного коммунистического блока. Послушайте меня, я сравню свои высказывания с сюжетами американских новостей. Везде, где революция свергает правительство страны, причиной этого становятся рабочие или студенты университетов. Это обычные люди, которые следуют за новыми идеями или за новым руководителем, или за новой системой. Сейчас я поделюсь с вами своими наблюдениями из Нового Завета. Иудея была регионом, где находились город Вифлеем и Иерусалим. Все это регион Иудея. Но во времена Иисуса там были и другие города. Римские ставленники управляли городами и провинциями, включая Иудею. Это Пилат и Ирод. Они опасались Иоанна Крестителя, потому что он мог повлиять на чернь. Правители Иудеи боялись Иоанна Крестителя, потому что он упрекал политика Ирода. Он укорял Ирода за грехи. Фарисеи Иерусалима очень боялись Иисуса Христа. Они боялись, что чернь объявит его царем и поднимет мятеж против Рима. В этом случае религиозные вожди, фарисеи и саддукеи, потеряли бы свою власть. Да, он творил чудеса, но они боялись его не из-за этого. Они боялись его из-за популярности и считали бунтовщиком. Народ хотел, чтобы Христос поднял восстание. Но он пришел не для этого. Все дело в том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос воевал с дьяволом, а не с людьми. Ну а затем родилась церковь. Рим боялся церкви, потому что ее считали угрозой для империи. Христиане возвещали о царстве Бога, которое является частью церкви. Они возвещали о новом царе, о Христе, которому служили. Вера распространилась, и десятки тысяч обратились в веру. Рим арестовывал и преследовал христиан, особенно при Нероне. После него последовало 10 гонений. Власти боялись, что христианство станет сильным и изменит мышление и культуру империи. В Риме и Греции было многобожие. Христиане не верили в идолов. Когда они проповедовали, то они первым делом шли в храм. Когда храм закрывался, то там уже не продавали статуи идолов. Прочтите сами об этом в Деяниях. Благодаря туристам в городах взымались налоги. Это пришло в упадок. Христианство стало угрозой экономики Рима. Итак, мы видим, что в античности некоторые правительства воспринимали христианство как угрозу. Это относится и к Америке. Христиане подчиняются правилам и законам. Христиане уважают власти и молятся за них. Есть чиновники, которые хотят обложить церковь налогами. Хотя мы используем полученные деньги исключительно на потребности служения. На кормление голодных и на одежду для бедных. На евангелизм и на телевещание. Они хотят обложить церковь налогами, чтобы получить доходы и с целью закрыть общины верующих. Будь у меня больше времени, я бы рассказал об этом поподробнее. Есть люди, которые хотят закрыть библейские кружки и запретить Библию. Дело в том, что Библия учит социальным вопросам в пику этим чиновникам. Она учит вести себя не так, как учат и верят политические деятели Соединенных Штатов в университетах. Особенно на северо-востоке и на западе. Сейчас мы с вами видим, как поднимается и растет волна протестов. Она растет. Многие присоединяются к ним. Такое было и раньше. В Америке протестуют уже 70 лет. Некоторые протесты приносят хорошие плоды. Власти принимают важные законы. В Апалачском каменноугольном бассейне раньше не было профессиональных союзов. Шахтерами поступали, как хотели. Были образованы профсоюзы. Это было благословение для моих дедушек и бабушек, которые были шахтерами. Слава Богу за тех, кто помогал рабочим. 50 лет назад проходили антивоенные протесты. В 67-м люди протестовали и сожгли наш флаг возле памятника Линкольну. Это плохо, но у них было право протестовать. В 60-х был протест за гражданские права. У памятника Линкольну собралась толпа в четверть миллиона человек. Они слушали речь Мартина Лютера Кинга. В результате этого афроамериканское сообщество США получило свободу. Ряд наших протестов и, скажем так, мятежей против системы были обоснованными. В 2020 году образовалась организация «Жизни черных важны». Был протест за аборты, а также митинги, где выступали против абортов. Были митинги политического плана. Чем сегодня отличается от прошлого? В прошлом многие из движений отличались эмоциональным накалом митингующих людей и их просто незаурядной целеустремленностью. Сейчас это не так. Теперь в людей стреляют за убеждения. В них стреляют за фасон шляпы и майки. Их машины поджигают за политические наклейки на бампере. Люди делают рейтинг и ранжируют других. Вспомните об изоляции, наступившей во время Ноева потопа. Уцелевшие люди находились на карантине. Ной был с семьей в ковчеге 150 дней. А что было потом? Потом страшные воды потопа пошли на убыль. Сейчас мы пребываем в мировом кризисе коронавируса. Это похоже на Ноя в корабле. После окончания изоляции воды потопа сошли. И Ной с семьей вышли из ковчега. Увидься в этом сходство с нынешней пандемией. В мире возник новый порядок. Что я имею в виду? Потоп описан почти в начале бытия, а позже мы видим описание Вавилонской башни. Когда праведный Лот увидел Божий суд над Содомом и Гаморой, он с дочерями спасся, поднявшись в горы. От его дочерей произошел народ, аммунитяне и мавитяне. Появилась новая система и новая нация. После всемирного потопа появился новый мировой строй. Новый Завет называет Лота вестником праведности. Он предупреждал людей, но лишь его семья вняла его слава. Во втором послании Петра говорится о долготерпении Бога, который ожидал во дни Ноя, пока тот строил ковчег. Чего он ожидал? Бог ожидал сто лет, пока люди обратятся к нему, покаются и спасутся. Если бы они покаялись, то Бог спас бы их от потопа, но они, к сожалению, не покаялись. В пятой главе книги «Бытия» мы читаем о благочестивом долгожителе Мафусаэле, который умирает после постройки ковчега. Животные вошли в ковчег. Моисей написал, что дождь спойдет через семь дней. Господь Бог удерживал дождь семь дней. Раввины говорят, что Мафусаэл умер, Ною было позволено похоронить и оплакивать его семь дней. Он был прапрадедушкой Ноя. Поэтому Бог ждал семь дней, пока ковчег будет готов. Он ждал, пока все будут готовы отплыть. Бог ждал, пока воздадут почести праведному Мафусаилу, который прожил дольше всех на земле. Мы живем в важные времена. Мы — поколение откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Пэрри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Пэрри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве. И Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен. Исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Темы проповедей. Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо. И битва за Америку. Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perrystone.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. У нас небольшой перерыв, после которого мы вернемся к учению. На той неделе я упоминал о важном. Мы предлагаем диски с пророческой конференции. Важно помнить о том, что когда мы снимаем телевыпуски, мы не хотим создать проблемы с заграничным телестанциям. Поэтому наш монтажер вырезает некоторые фрагменты из наших пророческих конференций. На этих дисках есть информация, о которой нельзя говорить на телевидении. Это подробная и полезная информация. Я рад предложить эти диски. Когда Билл пишет на иврите, то он расшифровывает текст. На записи есть иллюстрации. Пожалуйста, найдите эти диски и услышьте слово. Как правило, мы выставляем график наших поездок по США. Сейчас я не путешествую, как раньше. Дело в том, что сейчас я много пишу и снимаю материал. Я снимаю материал для будущих дисков. Для этого требуется время. Многие годы я делал многое. Раньше я трудился по 15 часов в день. Доктора сказали мне, хватит так жить. Это приносит вред здоровью. Я поменял свой график. Сейчас я пишу пророческую книгу. Я хочу, чтобы вы прочли ее. Я очень сильно тороплюсь, и поэтому я надеюсь, мы выпустим ее на исходе этой весны. Это новое бремя, которое я получил от Святого Духа. Бог открывает впечатляющие вещи. Он откроет еще больше. Если вы смотрите нас на христианском канале, пожалуйста, напишите благодарность каналу за показ нашей передачи. Также не забудьте о наших конференциях в этом году. Давайте посмотрим продолжение этого учения.